ДОШКОВСКИЙ Артём Выбор не для галочки. Пятый форум молодых парламентариев Пермского края собрал в стенах Пермского кадетского корпуса имени Фёдора Кузьмина самых активных и амбициозных ребят не только нашего региона, чтобы научить, а самое главное показать, как провести избирательную кампанию, чтобы мы с вами могли сделать правильный выбор. Похоже, в Прикамье уже давно поняли, что 90-е остались далеко позади. Просто так и от нечего делать в политику уже никто не идёт. Депутатами для галочки в списке жизненных достижений люди не становятся. Соответственно, и готовить достойную смену парламентариев нужно заранее. Молодёжный парламент и вот эти вот форумы, которые сейчас пятый проводится, они оттачивают их умения, навыки приобретённые, но опять же по разным направлениям. Это и имидж, это и риторика, это и юридические моменты, которые в законотворчестве необходимы. Это и какие-то сутевые моменты, с которыми они также знакомятся. И причём очень приятно, что форумы – это для них не обязаловка, это для них действительно вот то место, где они могут почерпнуть ещё какие-то знания. Поэтому им это всё важно, им это интересно, они такие вот молодые, целеустремлённые, многие из них уже самодостаточные и подготовленные. Некоторые из этих ребят уже работают в администрациях муниципалитетов. Кто-то даже успел занять выборную должность, став депутатом. Но, как они сами говорят, нет предела совершенству. Новые знания и опыт ещё никому не вредили. Так считает и депутат Осинской гордумы Сергей Занин, и Ольга Кондакова, которая трудится в администрации Красновишерска. Я приехала встретиться со своими коллегами. Вот это у нас уже пятый юбилейный форум. Я во всех форумах принимала активное участие, и поэтому вновь я здесь, для того, чтобы получить новый опыт, встретиться с коллегами, с друзьями и что-то отсюда увести к себе в территорию. Я бы называл это школой молодого депутата, в рамках которой ребята насыщаются информацией, получают советы, некие инструкции, пошаговые причём, с помощью которых они смогут добиться того, чтобы войти в политическую плоскость и добиваться результатов. Но большая часть из собравшихся здесь, тех, кто хотел бы войти в политическую плоскость и добиться результатов, пока новички. И с политикой на «вы». Ну вот я как новичок, мне было очень сложно, и то, что мы делаем здесь, мы полностью погружаемся в эту атмосферу, и всё становится нагляднее и проще. Мне в будущем будет намного проще, если я буду работать вдруг каких-то помощником. Это наше будущее. Молодёжь в принципе по природе своей активна, поэтому если не поддерживать активность молодёжи, она угасает. Это факт. Это, в общем-то, уже история показала. И сейчас вот всю активность, которая есть у молодёжи на местах, в муниципалитетах, в поселениях, мы подхватываем и мы, в общем-то, даём ей проявляться. А те инициативы, которые возникают на местах, они имеют конкретные выходы. Но даже если говорить о ежегодном парламентском уроке, который проводят депутаты в школах, привлекая молодых парламентариев, привлекая представителей, членов кадровых резервов, они имеют уже продолжение в муниципалитетах и поселениях в виде и благоустроенных территорий, и в виде детских площадок. Это есть? Продолжение есть не только в отдельно взятых муниципалитетах. Молодые парламентарии уже выступили с рядом инициатив о принятии тех или иных законопроектов на уровне региона. Первая их инициатива, с которой вышли молодые парламентарии, о чём я говорила, ещё не поделив портфели, это инициатива о стипендиальном обеспечении. И благодаря как раз вот их поправкам мы именные стипендии увеличили с 4 до 5 тысяч. Это первая их поправка была. На сегодняшний момент самая яркая, на мой взгляд, инициатива, это инициатива по ограничению продажи на территории Пермского края алкоэнергетиков. На наш взгляд это очень важная проблема, которая тревожит всех здравомыслящих людей на территории России. И вот мы вышли с инициативой о полном запрете продажи этого вида алкогольной продукции. В результате мы хотим выйти на тот уровень, когда наши старшие коллеги и депутаты получат законопроект, который мы подготовим. И после детальной проработки они бы, соответственно, его приняли. И тем самым мы полагаем, что внесём существенный вклад в здоровье молодых жителей Пермского края. Не менее важный законопроект, который также успели принять депутаты Краевого законодательного собрания, и который также разработали члены молодёжного парламента при Камье, это закон о молодёжной политике Пермского края. Я думаю, он даст, по крайней мере, точную поддержку со стороны органов власти, в сторону молодёжи. Когда закон появляется, чётко становится понятно, с кем работать, по каким критериям. В общем, появляется рычаг для взаимодействия. На данный момент рычаги, конечно, есть, но вот этот закон всё-таки их как-то упрочнит позиции. Дальше уже законопроекты раз от раза, ну вот месяц от месяца, приобретают, ну, всё большую, так скажем, значимость, рассчитанную на большое количество жителей Пермского края. Это и инициативы, касающиеся молодых семей, многодетных семей. Сейчас в недрах молодёжного парламента готовится законопроект по льготному налогообложению, что актуально в нынешней ситуации. Поэтому здесь действительно можно сказать, что с каждым месяцем и эффективность, и подготовленность парламентариев, молодых парламентариев увеличивается. Молодые парламентарии уверены, что политикой нужно заниматься. Не от случая к случаю. Этим нужно жить. Этому нужно учиться. К этому нужно быть готовым. Прежде всего, депутат – это человек, который представляет интересы населения. И политикой депутата учиться, по моему мнению, точно не нужно. Учиться нужно в процессе этой работы. Но политик, он всегда должен быть близок к населению, близок к народу, потому что люди должны быть абсолютно разных профессий, иначе они просто не смогут решать проблемы из разных сфер. Это и профессия, это и определенный образ жизни. Эту точку зрения молодых парламентариев разделяют и их старшие коллеги – действующие депутаты законодательного собрания Пермского края. Я считаю, это профессией, ну, в общем-то, Государственная Дума, депутаты Государственной Думы, они все на освобожденной основе, поскольку законотворчество – это не то, чем можно заниматься, ну, вот так, от случая к случаю. То есть ты этим занимаешься, ты общаешься с избирателями, с территориями, и каждый избиратель, он есть эксперт. Почему у нас каждое пленарное заседание, там, от 40 до 70 законопроектов? Потому что жизнь вносит свои коррективы в существующее законодательство, а мы должны достаточно активно на это реагировать, поскольку, ну, вот, необходимые изменения законотворчества, законы – это то, что меняется, это не константа. Ведущие политические эксперты региона показывают ребятам, с какими проблемами и трудностями им придется столкнуться на практике. Та же виртуальная предвыборная кампания, как оказалось, открыла молодым парламентариям много нового. Мы лично такими занимаемся. То есть у нас есть агенты, в каждой команде есть агенты, которые должны заниматься так называемой разведкой. Но наши разведчики, они очень такие честные, порядочные люди. Но вот нас очень сильно достают разведчики других команд. Буквально недавно вот зашел разведчик одной из команд и просто бесцеремонно сидел и слушал все наши агитационные мероприятия. Что вы с ним сделали? Ну, вот я решила, что с ним сделать. Я хожу на спецназ, я разберусь. С локтя. Конечно же, это шутка. Но без подобных уроков все же никак не обойтись. Сегодня – это игра, а завтра – жизнь. Конечно, это присутствует, и это такой адреналин, это такой драйв. И в этом есть, может быть, вся суть этого форума, чтобы прочувствовать, насколько это избирательная компания, что такое, какими методами используется, как создавать партии, как вовлекать это в эту молодежь, какие у нас мысли, какие у нас идеи. Это вот самое интересное, что может быть на этом форуме. Для молодых парламентариев это очень большой опыт. Тем более они приезжают, именно общаются между собой, обмениваются опытом. Именно для них это колоссальный опыт. И многие уже планируют использовать полученный опыт в самой ближайшей перспективе. Политика – это дальнейшая цель. Мне бы хотелось представлять город Пермь на более высоком уровне в 2016 году. Я считаю, что бизнес и политика – неразрывные понятия. Одно другое сопровождает. И, как правило, предприниматели, которые занимаются общественной деятельностью, они более успешны, потому что активная жизненная позиция помогает в целом достичь крупных результатов. Путь к политическому олимпу у каждого свой. Но мотив, похоже, у всех один. Это желание изменить мир вокруг себя в лучшую сторону. Пришло в один прекрасный момент понимание, что мне чего-то не хватает, какой-то активности, что называется, в общественности. Вот. Сделал шаг, почувствовал, что называется, свою ответственность, сопричастность к всему, что происходит вокруг меня. И понял, что это мое. И пошел в этом направлении. От молодежи главная идея. Молодежный парламент не обладает законотворческой инициативой. Но есть молодежные парламенты, которые настояли на том, чтобы иметь вот эту законотворческую инициативу и самостоятельно выходить с законопроектами. Я имею в виду молодежные парламенты, муниципалитетов. А здесь ребята выходят, ну, в общем-то, практически с готовыми законопроектами. То есть это их идеи, облеченные, в общем-то, в ту форму, которая требуется для внесения законопроекта. Не зря же говорят, хочешь изменить мир, начни с себя. Кто знает, возможно, кто-то из этих ребят, избрав для себя сегодня путь политика, через несколько лет изменит к лучшему и мир. Хотя бы в отдельно взятой территории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова